всем привет с вами алекс канал береглаб работаем с картами с погодным ближайшие дни и делаем вывода катаклизмах начинаем с америки смотрим что здесь но на аляске сюда пришел циклон такой снегом может быть по югу дождем по западу канады тоже дождь не так интенсивно но вот где-то до орегона доходит это здесь кстати облачность есть в калифорнии смотрите здесь мексиканского залива в сторону луизиана какая-то такая система с обмолниями что там какая-то ячейка наползает да ну и вот это мелкое здесь в южных штатах тоже присутствует вот такой вот интересный циклончик у нас южная гренландия проходит хвост и доходит он практически до доминканской республики так южную америку давайте глянем что здесь но вот здесь около парагвая теперь вот это вот ячейка висит до остатки от хвостов но в целом вроде бы как они собрались оторваться от южной америки а в африке нет смотрите цепляются сюда восточную африку поэтому там заливает смотрите сверкает то есть там какие-то процессы происходят у них либо засухи либо вот начинает лить бесконечно так что там только в домах на сваях можно спастись так а вот кстати циклон видите циклон так и находится никуда он особо не сдвинулся находится на западе рф чуть выше севернее беларуси и засыпается там все снегом вот сергей путин пишет смоленск засыпало снегом в полном смысле да есть такое давайте почитаем от валерий иванов более подробно вчера писал это было вчера что снежный покров был 30 35 сантиметров и город продолжает заваливать снегом в городе много пробок за ноябрь выпало уже 127 миллиметров а прежний рекорд был 1969 году 109 миллиметров так что вот так вот а сегодня еще дождается прибавка так что вы видите сергей вы ставите новый рекорд а по снежности если вы говорить о рекордах вот оказывается вчера посчитали что в копенгагене было минус 7 и 7 градусов понимаете это очень удивительно потому что город находится практически в море это на остров и между северным и балтийскими морями и по сути там таких морозов не должно быть в ноябре потому что море относительно теплое должно и это как бы так вот удивительное событие в итоге за все время наблюдения самая холодная ночь ноябре получилось вот так вот видите как ну вот циклон пишет неплохо вся европа мерзнет а сибирь греется кстати правильно пишите что европа мерзнет потому что в альпах уже снега там пара метров там вообще невозможно уже понимаете мы думаем что делать мы-то бегаем и на лыжах не ходим и видно да вот облачность сейчас как раз проходит я сегодня утром катался на самокате ну там немножко в город заезжаешь там вдоль речки катишь туда в более высокий регион там на 200 метров повыше так у меня самокат сегодня заледенел потому что мокрый снег был такой интенсивный дождь и снег вот внизу был дождь и снег а наверху там лед прям такой големый и как я оттуда выехал вообще непонятно я думал что все уже я не выйду оттуда ну и ноги скользят потому что поверхность себя во льду вот и вот это вот сырость такая прям заливает как из ядра весь мокрый температура где-то 0 минус 2 ну очень неприятная погода такая прям не люблю такой так что еще можно сказать интересного про этот циклон вот кирилл самарин пишет после воскресного урагана фил электричество дали только вчера днем вот так вот эти конкретно произошло так виталий далек спешит спасибо что такое пороша знаете да неудачный термин но как откуда его происхождение но есть глагол когда снег падает так знаете слегка вот это называется припорошила снежком да там ну и отсюда вот идет так захар 307 пишет из кривого рога спасибо сегодня утро было минус пять вот видите сюда проникает холодный воздух под этот циклон да и поэтому в восточной части балтики в беларуси и украине довольно прохладно на выходные по прогнозу будет плюс 13 градусов придет очередной циклон а с понедельника снова похолодание до минус 7 ну вот видите как вот та же самая игра теперь как с мексиканским заливом штатах только это все происходит теперь европе восточной вот такие вот игры к сожалению да они очень тяжело переносится октавиан пишет киев днем дождь был все в лужах вечером уже везде гололед и идет снег и так почти каждый день на вода чем мы говорим что вот эти вот игры происходит юзер sv6 пишет что-то я растревожил с дети на сейшелах и сегодня должны лететь в турцию но я думаю что без проблем уже все нормально поэтому радуйтесь так женя б с его channel пишет казань 29 ноября днем было минус 5 солнечно ночью минус 14 до с чем это связано а вот между циклонами смотрите один циклончик вот здесь вот в казахстане да вот он такой вот хвост сюда идет среднего азии в горы а другой циклончик находится вот здесь вот оливер восточной европе а между ними такая ложбинка образовалась холодовая да она прослеживается от каспийского моря до белого моря и в эту ложбинку с верхних слоев атмосфера как раз зашел и холодок вот так вот поэтому такие вот условия жене 86 писал вчера в городе сургут было минус 7 градусов но там не холодно потому что как раз здесь влияние циклона вот такие процессы происходят как на противоходах можно сказать федя шедрайзов пишет подольск 0-1 слабый снег ночью прошел снегопад сильным ветром по итогу выпало 5 сантиметров осадков так а вечером еще ожидается около двух сантиметров ну и самое главное что оттепель не случилось дриз на улицах не обнаружен но снег снова чуть-чуть мокрым а днем похолодает видите обратный ход температуры похолодает до минус 5 градусов вот такие вот описываются события рома майдан пишет пишет о стернобыльской области украина после прохождения циклона в условиях ясной тихой ночи и радиационного охлаждения стукнул хорошенький мороз минус 14 градусов как вам такое для ноября то в прошлые зимы примерно столько же составлял минимум для всего зимнего периода вот так вот видите а это еще не зима это осень уже в осени снежный покров 67 сантиметров так но потом подойдет новый южный гость и мог сожалению много снега он нам не даст большинство осадков ожидаются в виде переохлажденного дождя да вот как сегодня то есть будет мокрый снег и дождь переохлажденный и все но вот если в горах там в предгорьях там уже снег ляжет конечно завал ожидается как обычно львовской области и приграничных польских регионах там прогнозирует до 40 сантиметров снега прибавки писать как сразу засыпает очень хорошо в этом году примут необычно игорь башаров пишет погода которая сейчас белоруссия вот как на рождество город орша замело вот еще месяц назад было в планах тренироваться на стадионе до конца ноября бегать с целью уменьшения чсс но я уже неделю не бегаю мне снег мешает окна что говорить расскажите подробнее его очень много никто его не чистит так бегайте по снегу понимаете вот мы бегаем по горам и ну и не только в альпах там шварцев до по снегу и нормально просто привыкайте к этому организм привыкает ко всему вот выше ноги поднимаете и все нормально да и вот сегодня ночью еще ожидается северное сияние до в северных широтах может быть в умеренных широтах но видно что вот европа закрыта и все это откроется как раз когда все закончится так идем дальше артем назаров пишет из из краснодарского края утром было плюс 8 градусов и шел дождь днем ожидается плюс 8 и дождь а вот ночью ожидается всего лишь плюс 2 и переменная облачность вот такие а почему потому что вот этот ложбинка дойдет за хвостом этого циклона и поэтому так вот станет по прохладнее так из новороссийска пишет артем зорницын вот что вчера с раннего утра и до самой ночи шел беспрерывно дождь в итоге накапал аж 50 миллиметров вы знаете для астрахани мне кажется это трехмесячная норма сразу накапала у вас ночью и днем были порывы до 27 метров в секунду порой сложно было даже идти но и были волны да у вас такой город серьезный на ветры там бывают очень очень серьезные так ну что давайте дальше так как про казахстан рассказали в сибири относительно спокойно почему потому что здесь азиатский антициклон стал он очень мощный смири какой но в него все равно проникают циклона вот один циклона сюда вот раз проник до другой вот якутия сейчас тоже раз и проник и что пишут люди да давайте почитаем вот из восточной сибири пишет матвей кузнецов воскресенье совершили поход погода была отличная минус 10 и шел снег в лесу в это время была настоящая нарния вот так вот то есть нарнию через шкаф попали спрашивает александр так матвей наслаждается наслаждается погода которая там установилась уже пишет пользователь интернета из якутска так 30 ноября ночью было минус 33 а днем минус 13 20 градусов перепад температур а вот один из часов назад тоже юзер сияич 8 писал якутска было минус 27 это было утром в девять часов 13 минут ведь дошло до минус 13 всего завтра будет минус 18 минус 24 такие обещания по якутску то есть получается такая вот оттепель наблюдается у нас в якуте локально можно сказать но здесь еще такой хвост доходит до охотского моря у камчатки здесь такой размытый циклон там снежные до накопления в азии антициклон но вот в индии здесь непал что-то здесь заходит какая-то облачность хвосты смотрите опускаются с антарктиды до австралии поэтому здесь как раз где вожу смотрите прямо здесь молнии ты происходит но и вот такая штормовая система вылезла от ползла от австралии и сейчас идет в сторону новой зеландии набирается сил над морем так что в новой зеландии возможно будет интересно через пару дней пропустил комментарий завгут из комсомольска на амуре пишет с утра немного подморозила снизилась температура до минус 28 но ветер совсем небольшой только чуть пощипало щеки хорошо отлично днем температура поднялась до минус 20 но подул южный холодный ветер но не холодно смотрю на прогноз дня через два опять потеплеет до минус 14 16 днем вот бы вся зима была такая теплая но эти всех разный подход кому-то минус 15 это очень тепло хорошая погода зима до кому-то в минус 15 как европе это все это значит на улицу выходить это верная гибель так вот сегодня там ребятки школьники шли очень удивились что в такую погоду кто-то там катается на самокате наслаждаясь этой погодой так давайте глянем где быстренько сейчас где какие осадки вот восток канады там засыпает снегом кое-где гроза в южной америке в африке вот основные осадки происходят а вот сейчас испании юг франции германии здесь вот этот циклон как раз пойдет да а вот на западе рф сейчас находится этот оливер и судя по всему он пойдет сюда в сторону балтики хвост его идет на кавказ вот циклон у нас южный урал казахстан тоже влияние но видите здесь он среди антициклонов и его будет как раз сплющивать с этой стороны с этой с этой вот то есть он реально сплющится а вот где самая мощь это вокруг монголии да такое вот все и видно по северу циклоны проходят и ныряют сюда в якутию вот здесь у камчатки циклон в охотском море тоже снежок там идет да ну такие процессы наблюдаются сейчас давайте посмотрим что по температурам видно даже даже днем сегодня это германия там мороз держится в польше там словарки то есть не уходит вот франция более-менее за счет циклона прогревается здесь вот там 13 10 градусов париже плюс 5 в лондоне плюс 5 в мадриде юго-западный ветер в мурсии плюс 24 видите куда хорошая погода пришла в марокко тоже неплохо алжира тунис вот куда надо сейчас ехать рим кстати тоже неплохо плюс 18 так балканы где-то 4 10 градусов в целом тоже хорошо кишинев плюс 4 киев плюс 1 кривой урок 0 градусов севастополь 8 градусов харьков минус 1 ростов 5 краснодар 10 градусов тепла тбилиси 13 баку 15 сухуми 11 градусов так астрахань плюс 10 саратов плюс 2 вот в поволжье еще так держится более-менее но не везде в поволжье потому что самара уже минус 1 а казань минус 7 уже чувствительно сарапуле минус 12 здесь какая-то локальная да такая холодовая зона киров минус 13 градусов даже днем вот нижний новый город минус 1 кастрома минус 3 раз москва минус 4 санкт-петербург минус 4 и архангельск минус 8 мурманске потеплело резко минус 4 градуса сюда дошло тепло с атлантики так вот такие сложные процессы смерти в казахстане происходит на западе тепло потому что здесь юго-западный ветер вот сюда отдует сторону каспида средняя азия здесь 7 9 14 градусов шампы 11 ташкент 10 бишкек плюс 5 градусов аматы плюс 4 градуса и совсем чуть-чуть от тепло идет сюда на восток от сторону семей барнаул плюс 2 новосибирск плюс 1 да вот сибирь вот теперь в томске минус 3 омск плюс 1 а вот смотрите кастанай минус 3 астана минус 1 жасказган минус 3 то здесь по центру заток такой прохлады держится так ламакан пока 0 плюс 2 плюс 3 вот даже есть на западе но похоже это уже недолго козыл вот здесь встал антициклон традиционно сметь какая прелесть он как раз к декабрю здесь становится и потом никуда не уходит козыл плюс 21 градус вот уже пошло здесь похолодание в иркутске минус 10 красноярск 12 таруханск минус 10 но норильск минус 17 здесь тазовский сме какая-то узкая полоса сюда сторону ямала холода проникла запад якутии минус 20 минус 26 а вот здесь вот проникла такая зона утепеля кратковременная носу писем она там исчезнет со всех сторон охвачены морозом анадар минус 4 камчатка минус 5 петропавловск камчатские южно-сахалинск минус 12 мете уже саппората заморозила япония уже тоже в токио пока плюс 8 а вот синдай уже ноль градусов до высоко плюс 6 пусан минус один силу пхеньян минус 5 минус 6 то есть очень хорошо подмораживает их дальше что у нас пекин минус 4 градуса тоже зима на подходящим сын 11 градусов но тепло осталось только на самом юге китая пока вьетнам еще держится хорошо на ханой плюс 24 градуса это какая-то реальная зона там всегда примерно не на к температуру вот здесь затекает также холодный воздух продолжается нисколько не уходит в тасмане 14 градусов мельбурне тоже сильнее чуть потеплее плюс 19 но сейчас покинул этот шторм их идет в Новой Зеландии в Новой Зеландии 8-13 градусов ну как бы не особо-то и тепло я понимаю что там сейчас ночь ну летняя ночь понимаете да так теперь Аляска минус 7 минус 14 по северу Фэрбэнкс минус 11 Анкорич минус 2 здесь запад Канады где-то в районе минус 15 минус 20 такие вот температуры Ванкувер 0 Калгари минус 4 но пока таких серьезных каких-то холодов мы не видим да все так же тоже в разнобой Лабрадор минус 19 Атава минус 1 Торонто 0 вот здесь восток США так хорошо подморозилось даже Колумбусе здесь 0 градусов и во Флориде 7-9 градусов тут тепло заходит со стороны Мексиканского залива здесь Хьюстон плюс 18 Даллас 13 и все идет в сторону Чикаго Чикаго Детройт вот ну а там уже уходит все в морозы так смотрим Бразилию ну примерно одинаково там 25-30 градусов Буэнос-Айрес 25 идет тепло потихонечку и на юг сюда вот здесь 17-20 уже но на крайнем юге вот здесь зато какого-то холодного воздуха минус 4 плюс 4 плюс 5 вот давайте Африку посмотрим ну там лет уже настоящий 22-28 все уже холода оттянулись оттуда но на Северную Африку пока еще не притянулись тоже хорошо 24-25 градусов у залива прекрасно 21-26 такие температуры на Ближнем Востоке 18-20 ну то есть все хорошо все все отлично а давайте посмотрим какие события сегодня ночью нас ожидают вот смотрите Великобританию заморозит сегодня даже Амстердам Бельгию Германию там Австрию Польшу все это Беларусь Украина но не сильный мороз сильный мороз только в Норвегии в Европе сейчас в остальных местах терпим на юге России даже пока плюсы вот здесь становится антициклон над Казахстаном вот тут уже интересно как он сыграет но пока еще вот вынос сюда в сторону Южной Сибири происходит и вот здесь Якутия тоже какая-то консолидация наблюдается да вот из Китаем из Монголии и так Ламакан смотрите закрывается потихонечку вот давайте посмотрим что у нас будет завтра это днем завтра это завтра днем видно что холода-то особо не отходит никуда и потихонечку начинают заполнять Среднюю Азию да то есть процессы перестраиваются на зимний лад а на востоке на Дальнем Востоке здесь Кореи так и остаются заморожены это будет Северная Америка здесь по западу очередное вторжение по югу с Мексиканского залива идет то есть здесь возможно какие-то катаклизмы давайте прямо глянем что там да возможно завтра какие-то вот здесь но пока не особо сильные хотя вот на юге здесь что-то вроде бы а как раз ячейка там такая была да там может быть в районе Луизиана Миссисипи какие-то более серьезные проблемы завтра будет у нас также Южная Германия вот здесь такой как хвост будет циклон идти практически к Марокко длинный затем циклон очень неподвижный Оливер но Оливер мне кажется это вообще что-то такое очень ленивое да вот у меня Оливер всегда ассоциируется с каким-то таким пузанчиком который любит покушать я не знаю почему это какой-то может быть неправильная оценка реальности но вот такие ассоциации рождаются над Прибалтикой он уже будет практически Санкт-Петербург Прибалтикой но хвост вот здесь будет на как раз Смоленск Брянск их еще там насыпет немножко но еще один из хвостов идет сюда в сторону Урала немногочисленные в Сибири вот здесь какие-то процессы будут тоже незначимы происходить Багаданская область здесь циклон будет немножко может быть снега подсыпет но так вроде бы ничего особенного не ожидается так давайте глянем теперь что у нас будет это уже будет вторник 5 декабря какие здесь будут процессы здесь вот будет Урал Южная Сибирь какие-то снежок в Нижнее Поволжье сюда на границу Казахстана придет в Забайкале здесь какой-то циклон проникнет сюда с севера судя по всему опустится ну а в Европе вот здесь вот у Ирландии будет какой-то свой циклон находиться да может быть за счет юго-западного ветра чего-нибудь там нанесет да смотрите чуть-чуть погреет там Францию Запад Германии Бенелюкс там Великобритания вот так-то холода видите Восточной Германии уже стоят уже никуда не отходит даже днем потом это все дневные процессы и здесь еще будет интересно со стороны Идийского океана Фен будет пытаться пробиться в Южную Сибирь но ему здесь препятствует антициклон такая вот интересная борьба и смотрите вот заток воздуха через Урал через Северное происходит в сторону Восточной Европе и Скандинавия смотрите тоже такие нехилые морозы да как говорится а в Штатах наоборот там как-то даже попроще морозы отступят да вот видите какие ночные процессы заток холода в Восточную Европу и сюда вот в сторону Альпы да такой пытается проникнуть в сторону Южной Франции так что мороз укрепляется смотрите здесь уже за 40 и за минус 40 в Якутии то вот эти вот уже такие белесые появились цвета вот и вот этот циклон сейчас пройдет ну числа 6 до сюда и в это в Приморье на Дальний Восток опять морозы упадут туда ртуть упадет так но вот в Америке здесь обратный процесс здесь вынос тепла на север в Канаду так что вот так вот с вами был алекс канал береглабжи отличного прожения